4 секунды. Куда вы торопитесь, пацаны? Очень приятно. Ускоряется. Тачка порядочная. Именно объект для зарабатывания денег. То есть это чистая математика, ничего больше. В ранге пикапов это такой кадиллак. Это типа вообще жир, жирный. Господи, я думаю, это что за бумаги вообще? Вы откуда их взяли? И очень быстро остановят, и очень быстро вам сделают ай-яй-яйку сильную. Очень сильную. Попросим, чтобы нам показали, рассказали. И все такие, а, это занимает 2 часа. Это может занять 5 дней. Все зависит от того, где вы обслуживаетесь. Бензиновая нам машина не подходит. Он почему-то ее вот так дергает. Я не знаю, зачем. Это злая вообще машина. Не забываем, как в Америке делается цена. У High Country, кстати, салон очень интересный. Крайне уникальная вещь, по-моему, я таких сам не встречал. Как сказал Джереми Клэрксон, на моем веку мне не придется на них ездить. Это машина чисто для внедорожья, чисто для веселья. Экономии сейчас преимуществует. Я скажу вам статистику. Больше я ничего не нашел. Ну и касаемо цен. Она падает быстрее в цене, чем-то мы отдаем кредит. Но это игра между покупателем, автосалоном и банком. Если ты техасский парень, ты хочешь просто повыпендриваться. Другая ситуация. Машин просто нет. Все, что ниже, считайте очень круто. Поехали прокатиться. Субтитры делал DimaTorzok хэй-хэй пацаны короче приехал теперь приехал миша заставил меня работать чем мы решили сделать мы решили проехаться по всем автосалонам и показать вам какие пикапы используются в нашем бизнесе чопок и по каким ценам продается на текущий 2024 год на конец лето такие машины есть сколько стоит такие комплектации что хорошо что плохо какие условия кредитования сколько это стоит короче все узнаем покажет сегодня мы приехали в автосалон chevrolet chevrolet есть у миши chevrolet есть у меня у нас на компанию и chevrolet и chevrolet также был у сережи так получилось мы не договаривались но очень неплохие отзывы на самом деле chevrolet лично у меня я их полюбил мне не очень нравится вот я не знаю у миши как отношения с шевролетом сложились но в целом их немощь хорошо относимся сейчас пойдем попросим что-то нам показали рассказали и вы тоже посмотрите что за машины это я хочу ребятушки мы с игорем он любезно согласился нам показать машинки мы находимся в тампе даже это не там по город clearwater ближе к побережью прекрасная погода всегда прекрасные люди сейчас нам покажут тачки какие сегодня есть на двадцать четвертый год есть разные комплектации покажем самые простые покажем поинтересней и по цене нам все расскажут сколько это будет стоить так мы нашли тачки где у нас он они стоят а вот стоят сервер азики разные мы идем здесь дизеля здесь просто все 1500 начинается ряд 1500 это чисто тачка такая 1500 или раб больше подходит для какой-нибудь деревушки но для нашей работы они не совсем подходят у них копасть очень низкая погнали вот начались две 500 и так это комплектация work track да или что-то нет это комплектация 71 за 71 что такое за 71 это комплектация которая для работы особо не нужна это больше гонять по бездорожью но это дизель при этом да это дизель оффроуд это оффроуд да это такой если ты техасский парень ты хочешь просто повыпендриваться это прям типа тачка для тебя кстати есть даже texas edition да интересно сидишь она это злая вообще машина вообще злая да так но мы начнем с high country high country короче базово чего нужно понимать если мы рассматриваем с вами сильверада то нам подход для работы с открытыми и троллерами на две машины то 2 500 и 3 500 и как дули так и не дули но самое важное чтобы у нас здесь было написано дюра макс это дизельный мотор 66 и эллисон трансмиссия десятиступенчатая это крайне важно бензиновая на машина не подходит если вы будете смотреть бы ушные машины эллисон и сделали ту же самую коробку которая у них была восьмиступенчатая не сделал ее 10 ступенчатой а сейчас уже на всех сильвераде как 10 ступенчатой сейчас на всех вы посмотрите в двадцать четвертом году какая красота уже пошла это high country пацаны вас приветствует автомобиль фирменной заставкой у вас большой экран high country это топ high country это топ да тут у вас везде шильдики high country смотрите какой классный синий салон high country что было вообще такое понимание что это за машина зачем это люксовый внедорожник в пикапе то есть на нем столько всякого барахла по напихано то он очень удобный у него бывают массаж сидений вентиляция то есть прям ну ты едешь как на офигительном эскалейде то есть у тебя у тебя все все что может предложить ли давай автомобиль у тебя все присутствует что здесь есть такого игорь и по сравнению с другими комплектациями вот именно вот это прежде всего это салон окей то есть в нашей работе потому что я тоже гонял траки да боже это уже был кархолером да 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 и смотри ты же в траке проводишь больше времени чем вообще где бы то ни было как дом и как ты себя чувствуешь в этом траке это твоя грубо говоря душа должна раскрываться и когда ты садишься в машину которая тебе абсолютно комфортно и в ней есть вообще все примочки которые тебе нужны у всех шевролетов сейчас есть такая штука а называется джеймэп или шеви и то есть ты можешь открыть и закрыть свою машину с помощью телефона и это в общем очень классная штука потому что куча историй было у ребят когда а я забыл ключ машине все у тебя всегда приложение есть ты также всегда отслеживаешь машину по гео локации где она находится не используя дополнительных штук это предустановленная для нас крайне важно чтобы у нас был круиз-контроль он есть на любой комплектации даже на ворк траке для нас интересное чтобы были и работали кнопки x house break это горный тормоз и это лягушка управления тормозами трейлера то есть вот эти кнопки нам нужны для работы да миша почему-то миша почему-то тормозит когда он почему-то его так дергает я не знаю зачем но думаю что это эффективности прибавляет на самом деле тормоза трейлера чуть инерт не работают и не так резко кванта думает но допустим короче x house break лягушка управления тормозами и круиз-контроль это крайне важные штуки которые нам нужны вот эта машина полноприводная здесь есть четыре повышенная 4 пониженная едва повышенная обычная это wing режим это при подключении трейлера мы используем но есть и заднеприводная модель на самом деле в нашей работе особенно если машина дули полный привод но можно сказать вообще не нужен практически никогда поэтому от не супер важная опция достаточно даже заднего привода машина будет легче а значит вы будете большую часть времени ехать legal так у нас начинается дождь так и давай мы еще одну супер штуку покажем шевролета именно high country так посмотри на зеркало это у нас камера это у нас камера на сайте может быть выключена может быть включая ее делаешь да очень просто как обычно у тебя зеркало и камера камера крайне удобно на high country еще когда подключаешь трейлер я знаю у тебя подсвечивает поворот трейлер на экране ну короче тут полный фарш пацаны говорит не о чем здесь короткий бет 64 фита это не очень удобно если мы катаемся с трейлером у которого метод крепления снег в беде его лучше конечно использовать под трейлера креплением бампер пул соответственно за хитч за фарку тачка порядочная то 2 с двухцветный темно-синий черный какими-то ковриками здесь вот посерединке очень удобно к в тапочках ездишь или босиком крайне удобно у хайкантри кстати салон очень интересный у хайкантри отозе есть вот такие кармашки дополнительные чего нет в средних комплектациях в простых посерединке там подстаканнички все дела сзади открывается вот это посередине окошечко открывается еще иногда закрывается здесь у вас еще есть панорамная крыша санрук здесь я называю возрастает в принципе очень круто если вот мы говорим про беток немаловажно опция это вот именно наличие вот такого вот напыление потому что любое использование беда там перевозка любых колес или всякого вашего оборудования меньше будут его повреждать и устойчивый царапин специальное покрытие как она называется если по-русски она называется анти царапа тильная чаще всего это называлось у нас раптор раптор да да самое интересное у большинства машин видишь уже подготовка я слов к под 5 колесо либо под гусны то смотрите пацаны на хайкантри вам даже розеточка в беде понимаете подсветочка камер ковбе стоит эта розетка для гусну снега либо для 5 колеса причем есть разъем старый и есть разъем новый ну и соответственно чайничек закипятить есть обычная розетка а здесь на хайкантри у вас видео выходы для того чтобы подключать камеру трейлера и то есть камеру внутри трейлера камера на задних от трейлера а на комплектациях до утешки тут обычный старый разъем будут стоять а вот как раз пойдем смотреть и утешку мы найдем а вот загорелось марик нет вот вот это в чем у нас уже мы были в хайкантри и здесь абсолютно другой стал салон он уже такой обычный он обычный ворк траковский салон слушайте нам дождик нам надо на посидеть чуть-чуть тач слушайте вот этот салон честно говоря очень привычный мне даже потому что у меня от двадцать второго года машины там точно такая же панель приборов там такой же экранчик по-моему он чуть побольше хотя может точно такой же здесь стандартная chevrolet мультимедиа идет то есть если в хайкантри и в лт уже более современная 10 но она поддерживает все те же самые функции практически опять же карпы есть навигацию вывести можно здесь поставил телефончик здесь навигация у вас в принципе вы в порядке вы едете у вас все все нормально больше вам ничего не надо опять же круиз-контроль а вот здесь статья не вижу горного тормоза здесь его нет вот так вот да да на 2 500 там его нет здесь то есть зарядочка но он скорее всего есть он работает просто на автомате его нельзя включить его нельзя выключить скорее всего он по-любому есть здесь есть помощь при спуске если обратишь внимание на самую крайнюю то есть это не горный тормоз это помощь при спуске который тоже позволяет тебе придерживать придерживать определенную скорость до включается в работу abs то есть он тормозить не за счет двигателя за счет abs но опять же мы говорим о две с половиной две с половиной чаще всего это двойки возят поэтому нет ни там на такие нагрузки и такие сильные нагрузки да поэтому в принципе достаточно есть профиль трейлер а трейлер lights проверить огоньки трейлера окей камера камера заднего вида стать довольно четко камерам хочу сказать когда подцепляешь хич на хичи да можно прям поставить черточку и заехать четко под шарик или обычная парковка как вам надо кстати вот на более старших комплектациях есть функция запоминания профиля трейлера вы можете подключить свой трейлер он будет вам показывать сколько вы с этим трейлером проехали пробег ну там и все такие интересные метрики которые вы можете отслеживать сколько вы прошли на одной или той резине когда он делает то на трейлер на простых комплектациях этого нету но как часто вы ездите с одним и тем же трейлером он постоянно вас зацеплен поэтому вы и так это видите опять же мы рассматриваем чаще всего машину не только как автомобиль для проживания мы рассматриваем его как именно объект для зарабатывания денег и поэтому когда у тебя есть задача сколько денег ты вложишь сколько денег это отобьешь ты просто рассчитываешь на то что тебе будет чуть комфортнее либо просто комфортно ну смотрите тут вопрос том что если вы овнер и вы прям под себя выбирать тачку вы и вы как бы не хотите сэкономить на этом вы можете выбрать себе там по кайфу прям машин да и на ней ездить уже там он раз андрей можно и хай кандриса взять эти хочешь в принципе но и по сути вот мы посмотрели две комплектации high country и lt чаще всего то что встречается на 3 500 silverado и примерно то же самое да чаще всего lt продаются так как 3 500 work track и они не пользуются спросом потому что там не такая сильная разница в цене будет между lt версии work track а вот это уже средняя комплектация она в принципе уже такая довольно комфортная при этом она еще не супер дорогая тогда вопрос по ценам игорь получается вот это именно 2 500 стоит я смотрю 56 375 до по факту это будет немного другая цена потому что не забываем как в америке делается цена да у тебя сверх этой цены идут налоги дилерфи и регистрация твоей машины то есть в среднем это если брать штат флорида 7 процентов сверху плюс дилерфи а то есть получается дилерфи регистрация еще в районе там нет полутора тысяч долларов да если брать с семи процентами да то есть прибавляйте в среднем где-то 5000 плюс если вам нужны какие-то дополнительные опции типа протекшена еще чего-то советую вам даже если вы берете машину не меня допустим а в другом дилерском центре обратите внимание есть такая штука называется gap protection это разберем на примере очень простом у нас есть машина которая стоит 60 тысяч долларов да вы дали за нее down payment 10 тысяч долларов правильно у вас остаток по кредиту сколько составляет 50 50 правильно соответственно у банка залог на момент выезда вашей машины из салона стоит 60 тысяч долларов ваша машина по истечении определенного срока времени ваша машина дешевеет а ваш кредит так как устроены все кредиты он не так быстро уменьшает вашу вашу задолженность как цена машины она падает быстрее цене цена говорят чем-то но это пересечение вот как раз когда цена машины одинаковая с задолженностью по кредиту в среднем наступает через два с половиной три года то есть это чистая математика ничего больше и вот на это время мы все ездим эта дорога неизвестно что случится и если ваша машина попадает в total то есть не подлежит восстановлению то gap protection компенсирует вам разницу между оценочной стоимостью которую вам заплатить страховая и той суммы которую вы должны по кредиту ok а сколько примерно стоит gap protection на разные машины по-разному наберется в среднем от стоимости машины но вот в среднем от 1000 до 2000 долларов но эта сумма может быть включена в ваш кредит и поэтому особо она не ощущается она там получается в районе там 15-20 долларов в месяц то есть вещь весьма и весьма интересно весьма нужны а расширенную гарантию ты рекомендуешь какую-то брать все зависит от того где вы обслуживаетесь как что вы делаете то есть сколько вы ездите опять же вы можете обслуживаться если допустим вы приобретаете в автонейшене вот в компании где я работаю вы можете обслуживать трак в любом автонейшене по всей стране это более 350 девушки удобно да то есть ты можешь заехать в любую абсолютно дилерскую тебе сделают то тебе сделают ты можешь при покупке машины купить себе неограниченный пакет да по замене масла допустим и на каждой замене ты будешь экономить порядка 50-70 долларов если это в моментальном не так ощущается то когда ты пересчитываешь это на время работы трака то у тебя конечно заехал в любую дилерскую записался онлайн потому что есть приложение примерно представил там я буду проезжать мимо техаса там мимо хьюстона там послезавтра записался скинул трейлер грубо говоря на пайлоте на несколько часов доехал поменял масло вернулся тебе плюс сделали чек проверили всю твою машину есть провели нормальное то поехал дальше уже не переживай другую с другой стороны если у тебя какая-то компания с которой ты работаешь когда ты регулярно заезжаешь на то в эту компанию до вопросов тоже нету все зависит именно от того работаешь ты на компанию любит и owner когда ты owner конечно тебе надо исходить из того что как тебе максимально удобно это производить соответственно можешь просто заложить эти расходы изначально в кредит просто делаешь платежи ты уже заранее знаешь что у тебя допустим 10 там или 20 замен масла которые у тебя идут но не только масло я имею ввиду там т.о. технических обслуживаний окей получается что у сильверада есть четыре комплектации по сути минимальная это work work track да потом идет отцы они их больше на самом деле просто если дамы да еще есть кастом если мы будем погружаться в комплектации то мы потеряемся как в лесу потому что есть комплектация lte с кожаным салоном но она будет lte есть комплектация кастом на 2500 сильверада которая будет по состоянию внутри это будет тот же work track один в один только work track будет с виниловыми сиденьями lte будет с тканевыми сиденьями то есть комплектации массой желательно исходить когда покупаешь все таки мы покупаем машину для работы и исходите лучше из цены и опции которые вам необходимы которые вы считаете нужными если вам нужен допустим вы хотите большой экран большой монитор смотрите lt с большим экраном потому что и lt встречаются с классической панелью вот и есть lt уже с большой панелью то есть все зависит от того какой автомобиль вы подбираете под себя опять же очень часто бывают очень классные скидки вот до нашего сегодняшнего видео мы смотрели с ребятами 3 500 есть автомобиль сейчас в наличии которые на 8000 практически дешевле чем msrp мы его посмотрим нет мы его не посмотрим он другой дилерской да и да и можно посмотреть на него то что он есть наличие цены где он дает в чем еще прикол в том что мы можем любой этот трак доставить сюда в дилерскую в нашу и то есть вы можете здесь ее забрать и вообще никаких вопросов не будет то есть это будет новый трак посмотрели забрали скажи пожалуйста все естественно задаются вопросом там что лучше брать там условно говоря шеви форд или рэб на твой взгляд конкурентное преимущество шеви перед рэмом и хардом на мой взгляд до обслуживания в первую очередь то есть мы не так давно считали смотрели сколько стоит среднем обслуживание форда сколько стоит рэм и сколько silverado silverado выиграл хотя раньше действительно то есть существует такая легенда что берите рэм и берите фрды форды меньше ломаются с рэмами дешевле обслуживания в итоге оказалось то что шеви меньше ломаются и шеви дешевле в обслуживании просто идет вот это знаете как молва Автомобилей больше продавалось И покупалось Фордов и Рэмов Люди смотрят, такие, а, все ездят на Рэмах Окей, тогда я тоже, наверное, возьму Рэм Хотя, на самом деле Раньше еще была разница в цене Шеви был один из самых дорогих Сейчас плюс-минус цены сравнялись И очень часто вы можете взять Более премиальный Шеви По лучшей цене, нежели вы возьмете Форд Допустим, да Из-за этого в экономии Сейчас преимущество у Шеви Они поняли, что они теряют часть рынка А они снизили цену Подняли качество Сейчас, в принципе, выгодное время для покупки Абсолютно Скажи, пожалуйста, как обстоит дело с финансированием Что нужно для того, чтобы получить Финансирование на трак Какой может быть процент И, соответственно, какие условия Ну, я вам немного расскажу О законах, которые в США есть Здесь очень интересная вещь Когда вы приобретаете автомобиль новый У вас ставка не может превышать 18% годовых Когда вы покупаете автомобиль БУ У вас ставка не может превышать 28% годовых Соответственно, это мы берем по максималке Если у вас это первый автомобиль То чаще всего получить финансирование сложнее Но это все равно реально Даже с учетом того, что, например, у покупателя есть Social Уже Смотрите, Social Social, Driver License Они обязательно Да Окей Вот человек получил Social Как большинство из нас совершенно недавно И вот он Это будет, скажем, его первая покупка Сколько денег ему надо с собой иметь, чтобы уехать на машине? Я скажу вам статистику Назовем это апрувы Да, то есть одобрение кредитов С 0 money down Это порядка 15% апрувов То есть у нас есть такие Были такие случаи, когда действительно ребята без истории Без денег получали тракт В порядке вещей Это может быть исключительная ситуация Да, ну поэтому и 15% В среднем, если вы хотите закредитоваться То есть взять finance Рассчитываете где-то 5-15 тысяч долларов Первоначальный взнос 5-15, хорошо 5-15 Большой разброс Все-таки лучше сколько иметь, чтобы, ну, пускай, условно скажем, почти гарантированно уехать на машину Ну, хотя бы 10, наверное Я всегда исхожу из чего? Давайте всегда начинать с минимального даунпеймента И дальше мы уже сможем его поднимать Когда вы придете с максимальным, в любой салон с максимальным даунпейментом Вас все равно будут упрашивать сделать его еще больше Лучше начинать с минимума и дальше смотреть То есть вас не апрувили на 5 Мы говорим, окей, давайте апрувимся на 10 И уже вероятность того, что вам апрувят с 10 Money down сильно возрастает Потому что вы только что за 10 минут увеличили свой даунпеймент в 2 раза Это как игра Это игра между покупателем, автосалоном и банком То есть покупателю необходимо купить Автосалон необходимо продать Банку необходимо получить автомобиль, который будет находиться в залоге Который выше стоимости кредита Все очень просто Открытый рынок, да, начинается игра Если вы хотите гарантированно получить кредит 30 тысяч А процентная ставка в зависимости от даунпеймента Она меняется же? Она меняется, конечно, да Она меняется, опять же, она не будет на новый автомобиль превышать 18 Конечно, если у вас нет кредит скоро Он не очень, или он не очень хороший Такие случаи тоже бывают, когда люди приехали Там бывает без денег, да, взяли кредитку ее Не погасили вовремя, еще что-то То есть их кредит скоро падает Опять же, такие случаи тоже рассматриваем Тоже стараемся ребятам помогать В этом вопросе тоже есть некоторые моменты Когда это можно вытащить Средняя ставка, если мы возвращаемся к средней ставке Будем называть ее average 11,9 Да, 12% это, опять же Есть специальные условия для GM Но под них очень часто Ребята без кредит скоро не проходят Там 5,9 Но 5,9 это, наверное, все-таки больше на легковые автомобили? Нет, на траке это распространяется На все новые Chevrolet Минимальная ставка есть 1,9 Если 1,9, да, на 3 года Это минимальная ставка, вот, которая на данный момент Есть на трак тоже На 3 года 1,9 То есть если у вас кредит скоро под 800 Если вы были владельцем любого Chevrolet То есть очень часто приезжают ребята Покупают за 700 долларов какой-нибудь Chevy Приехали один раз в сервис Поняли, продали дальше эту машину Или сдали ее в трейд-ин И у них очень выгодно, потому что ты уже считаешься Chevy guy То есть очень легкие вот эти схемы Каким образом стать потенциальным Да, в тусовке Chevrolet Это на GM, да Это на GM, это, соответственно, у нас GMC, Cadillac и Chevrolet Еще и Buick, но Buick совсем редко встречаются Да, то есть попадаете в GM, в Chevrolet Покупаете Chevrolet, приезжаете в сервис Становитесь клиентом Chevrolet И, соответственно, вы уже участвуете в группе Loyal И вам уже есть сильно лучшее одобрение Так скажем А мы можем еще посмотреть сейчас Вон стоит Denali А, GMC Да Классо Они редко встречаются 500-й, да? Это 2 500-й, я не знаю, он закрыт сейчас или нет Да, это прям Ну, скажем, аналог Chevrolet Silverado Только от GMC Это более премиальный автомобиль Нет, он закрыт, в сожалению, сейчас Тут больше хромированных элементов Она такая нарядная Грубо говоря, так как мы разговариваем о GM Это абсолютно тот же самый 6,6 движок Та же самая трансмиссия Да Но GM, GMC идет в ранге пикапов Это такой Cadillac High Level, да, он уже покруче, чем High Country То есть он уже такой начинается очень Это машина тоже новая? Нет, это машина БУ Это нам ее сдали в Trade На таких тоже можно гонять Да Да, да, да По-моему, таскали трейлер на гусенеке Но тут не было, видимо, подготовки И ее, видите, отдельно ставили Да Но это GMC Это GMC GMC более лакшери Так это не то, что Sierra Это еще и Dainali Да Это типа вообще жир, жирный Массово смотрит Это у тебя будут системы управления подвески У тебя будет проекционный дисплей То есть все-все навороты, которые только могут быть Видите, даже вот поворотнички Сюда поставители ставят Не помнишь? Это должна быть 22-го И ее цена, наверное, будет За 70 Да, зато топовая комплектация Вот какие малыши пикапчики стоят здесь в Colorado Что ее только привезли Вот очень интересная машинка Смотри, этот Chevrolet Colorado Это маленький пикапчик Но когда ты знаешь горы Colorado Очень удивительно, почему такую маленькую машинку Colorado Назвали А пойдемте, я вам покажу Если Colorado, то Colorado нужно покупать в комплектации VR2 Это машина чисто для внедорожья Чисто для веселья Это абсолютный такой фановый автомобиль Очень любят Больше, наверное, в Техасе Здесь они не так распространены Потому что нет такого В принципе, очень любят пикапы Ну да, опять начался дождь у нас Слушайте, ну Флорида Лето Флорида Начинается А мы его продали Продали вы? Да Мы его уже продали Скорее всего В общем, что надо нам понять Понять нужно только то, что Вам нужно, чтобы получить кредит SSN И немножко денег в кармане Примерно тысяч пять-десять Настойчивость Я думаю, что порядочный менеджер вам по-любому найдет машину Сделает такие условия, чтобы вы кайфовали Ребята, еще один момент Никогда не сдавайтесь с первого раза Очень часто бывают такие ситуации Приходят ребята, делают аппрув И все такие А, это занимает два часа Это может занять пять дней Понимаете? То есть мы не только работаем, чтобы продать машину Мы работаем и над вашим аппрувом То есть, чтобы именно вам одобрили эту сделку И мы это делаем все в ручном режиме То есть, когда у тебя только появился соушл У тебя нет кредит скоро У нас финанс-менеджеры просто садятся на телефон И звонят напрямую в банк людям, которые принимают решения по одобрению За каждого человека это происходит Привет, у нас есть там Серега Да, одобрите Сереге Они говорят, нет, мы не одобрим Так как не одобрите? Давайте, делайте Они такие, нет Почему? А потому что у Сереги пять тысяч даунпеймент Но мы-то с пяти и начали, понимаешь? Или с нуля мы начали Да Мы такие, а сколько вам надо? А он может два раза увеличить? Может до десяти Он увеличивает, получили аппрув А когда тот же Серега пришел с десяткой Он может два раза увеличить? Нет, не может Соответственно, начинаем с минимума Конечно, конечно Это игра Это практически игра Тогда контакты Игоря мы оставим в описании под роликом Ребята, если вы заходите во Флориде приобрести Chevrolet Игорь вам поможет Пацаны, не сдавайтесь Не сдавайтесь Боритесь, играйте Как говорил Игорь Он опытный игрок Он вам поможет выиграть эту игру Короче, берите по кайфу Вам важно что? Вам важно Элисон и Дюрамакс Чтобы у вас был дизельный мотор Комплектацию убирайте по вкусу Но знайте, что с 24 года От средней комплектации выше У вас большие панели и экраны идут До комплектации идти попроще Но для работы все, что необходимо Там есть 3 500 и 2 500 Нам подходят обе модели Лучше, если у вас лонгбет Немножко лучше Потому что троллера на гусенеке таскать удобнее На бампер поле разницы нет В целом подойдет любая машина Выбирайте по кайфу Дули немножко поустойчивее Но она побольше и подороже 2 500 и чуть поменьше Хотя машины одинаковые Переходите в Олнеры Покупайте новые тачки Катайтесь, зарабатывайте деньги Make more money А вот как раз о чем мы говорили Про короткую кабину Это стандарт, да? Нет Это как раз Как она называется? Extended Extended? Да Я все время думал на своем английском Что Extended это увеличение Да Она на самом деле считается увеличенной Объясняю, как это работает Стандарт это вот так Одна кабина, сингл кап Это Extended увеличенная Крю кап Крю кап это большая Для команды есть Есть еще удлиненная вот сюда Еще дальше Больше чем крю кап Есть сингл кап Нам он не подходит Потому что нам где-то надо жить Есть Extended кап Это которая увеличена задним рядом сиденья Она тоже нам не особо подходит Потому что если вы рослый парень Там типа метр семьдесят пять и выше То вам все-таки лучше ложиться в длину Снимать пассажирское сиденье Тогда вам будет более-менее удобно Ложиться поперек Но не каждому подходит Нам очень хорошо подходит Крю кап Это кабина для экипажа Так называемая С обычной длиной задней двери А есть еще и удлиненная кабина Как она называется? Long crew cap Long crew cap Крайне уникальная вещь По-моему Я таких сам не встречал Но если вы найдете Я думаю это будет отличный вариант для вас Она идет чаще всего в топовых комплектациях Она дает где-то плюс сантиметров 20 Пространства внутри салона А 20 сантиметров Это знаете Это серьезный прирост Обращаю ваше внимание На интересную вещь Очень часто встречаются Допустим Три 500 Которые идут без беда И ребята такие О класс Шасси Шасси Да Но Исключительно с одной Так называемой Стандарт кабина Только впереди сиденья Сингл кэп Сингл кэп Да Интересная вещь Что Если вы будете ездить на такой машине На ней нельзя ездить Больше чем 12 часов Не то что в день То есть Вы выехали из штата Так Вас остановили Проверили локбук На такой машине Нет Неважно проверили локбук Просто вы выехали из другого штата Эти машины Можно использовать Исключительно На территории одного штата То есть Обращали внимание Вы едете Едет машина Там кока-кола Либо пиво Еще чего Да Грузовик Но в нем нет Беспальника Это дневные тачки Только днем Только днем Им нельзя передвигаться За пределы штата То есть Он может выехать Но у него обязательно Должно быть руководство Почему он выезжает Либо он перегоняет Этот автомобиль Еще как-то То есть Вас DMV Очень быстро остановят И очень быстро Вам сделают Айяйяйку Сильную Очень сильную Как Выйти из этой ситуации Мало ли Вы купили Сейчас есть Правильно Установить слипер И уже со слипером Вы сможете На этой же машине Продолжать кататься А вот слипер Нужно получать Будет Апруф ДОТ Что он на слипер Или ты просто Будку воткнул Типа я здесь сплю Ребят Ну давайте так Даже на дополнительный бак Нужен апруф Но мы же понимаем Как это работает Вы вправе установить Очень много Аксессуаров На свой автомобиль И очень часто бывает Что вот этот слипер Вы используете Как аксессуар При передвижении Да Опять же От штата к штату Как мы знаем Очень сильно Разные требования К автомобилям К этим Регистрируйтесь во Флориде Во Флориде Все равно на все Ну абстрактно говоря Это абсолютно точно Вот я забирал машину Из Нью-Йорка Я столько отказных документов Подписывал пацаны Что я не должен Проходить смок-тест Что я отказываюсь От нанесения Вин номера На выхлопную трубу Господи Я думаю Это что за бумаги вообще Вы откуда их взяли Короче во Флориде С этим намного проще Тут не требуют Практически ничего Здесь везде Есть свои плюсы и минусы Во Флориде Возможно иногда Чуть подороже Страховка будет Еще как-то Опять же Когда вы берете Все это в совокупности Вы живете во Флориде Не мучайте себе мозг На старте Чтобы еще Давайте я зарегистрируюсь Там где-то в Огайо В Вашингтоне Либо еще где-то У меня там страховка будет На 60 долларов В месяц дешевле Ну абстрактные 60 долларов Потому что Сильный Колоссальной Сильной разницы нет Потому что вы работаете На организацию Чаще всего Которая Имеет коммерческую страховку То есть Вы страхуете Исключительно Свой автомобиль Ну да Физикл дэмидж Физикл дэмидж Абсолютно верно Поговорим о ценах Да Покажи что есть Сейчас прям в наличии Такие цены Мы посмотрим по всем А это Автонейтив По региону Флорида Автонейшн Да Автонейшн Ну без разницы Смотрите Начнем С Более мощных 3500 Точнее По двигателю По салону Они одинаковые будут По коробке тоже Они отличаются Задней осью И нагрузкой Которую может Нести Данный пикап То есть Самые Распространенные машины Которые чаще всего Используются Это 3500 дули Потому что Они выдержат Больше нагрузки И в них Изначально заложено Чтобы они Несли больше нагрузки У них больше Тойн Капасти Усилия Которые они могут Тащить за собой Абсолютно И от себя добавлю Что принципиально Подвеска 2 500 А 3 500 Отличается наличием Всего лишь Одного листа В рессоре Больше я ничего Не нашел Только Этот лист Тебе дает Столько преимущества Опять же Если вы Входите На этот рынок Если вы Собираетесь Только начать Этим заниматься Если у вас Если у вас Нет сидел Если вы Хотите Ездить Легально Если вы В рамках 26 тысяч Паундов Если вы Таскаете Не больше Двух машин 2 500 И вам Заглаза Тем более Можно поставить Подушки В принципе И будет Тогда хорошая Подвесками Абсолютно 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 Аирбэги Кастомизация Сзади В целом Кстати Устройство Неплохое Она выравнивает Ваш автомобиль На загрузке Стоит Порядка 700 баксов Ставится В родные места Короче Если вы Немножко Любите Крутить Ключом То Вы Все Что-то Сделать Давайте Я вам Сейчас Покажу Вот Такой Автомобиль О чем Мы Говорили Это Single Cap И Длинный Bad Есть Конечно Чаще Всего Дилерские Уже Продают Автомобили С Бедом Да Есть Поставки Без Беда Есть Предустановленное Дополнительное Оборудование Для Допустим Каких-то Погрузочных Работ Для Электриков То есть Вариаций Много Опять же Смотрите Если мы Рассматриваем Наш бизнес Кархолинговый Именно 26000 Паундов Смотрите Нам Шасси Как таковой Нафиг Не Нужен Мы Таскаем Либо Открытые Двойки На Бампер Пуле Либо Открытые Двойки На Гус Нек Либо Закрытые Двойки На Бампер Пули Нам Наличие Бэда Не Мешает Никак Да Это На Тройке Для Нас На самом Деле Бэд Это Отличная Возможность Поставить Доп Бак Красивенько Иногда Кавером Все Накрыть Чтобы Ваши Вещи Которые Находятся В Бэде Не Были Грязными Вы Также Можете Перевозить Доп Инструмент Все Что Угодно Чтобы Ваша Кабина Была Свободна От Ваших Вещей Вам Было Комфортно В ней Находиться Поэтому Я Считаю Что Машину С Бэдом Точно Лучше Рассматривать Если Вы Все Так Не Возите Тройку Вам Надо Машину Брать С Бэдом Но Опять же Мы Можем Поговорить О Гуздеке Которая Сейчас На Тройку Есть Для Маленьких Машинок И Также Использовать Ее Как Двойку Для Больших Машин И Тройку Для Маленьких Машин И Тоже Использовать С Бэдом Да Ну И Касаемо Цен Средняя Цена На 3500 ЛТ Начинается От 70 тысяч Долларов До Налогов Иногда Такие Случаи Когда Дилер Скидывает Цену На Машины И Вот Прямо Сейчас На Сегодняшний День На Сегодняшнюю Минуту Есть Автомобили Которые Стоят 63 65 Тысяч Долларов Которые Есть В наличии Это С дисконтом Больше С Дисконтом Да И То есть Иногда Бывает Что Их Нет Таких Автомобилей Иногда Бывает Что Они Появляются Поэтому Всегда Лучше Уточнить Лишний Раз То есть Проще Заплатить Там Плюс 600 Долларов За Доставку Этой Машины Сюда Нежели Покупать Где-то Еще По MSRP Цене Ну Да Ну Да Это Интересно Что Можно Так Сделать Очень Часто Бывает Ребята Приходят Нам Нужна Вот Такая Такая Машина Вот В Такие Деньги Начинаем Разговаривать Оказывается Что Эта Машина Слишком Дорогая Ненужная То Есть Они Накручивают Столько Опций Которые По Сути В Работе Ненужные Ну Да Я От Себя Скажу Что Опции Которые Идут В ЛТЗ И Хай Кантри Они Уже На самом деле Превышают То Что Необходимо Для Работы Все Эти Камеры Дополнительные И Там Не знаю Проекция на экран Это удобно Но Не супер Необходимо Поэтому Без Этого Вполне Можно Жить И Спокойно Работать Ребят Все Зависит Исключительно От Берем Кредит Если Мы Берем Файнанс У Вас Не Будет Колоссально Большой Разницы Между Комплектацией Допустим Ворд Рак И ЛТ Да Почти Никакой Не Почти Никакой Не Будет То Да По Цене Будет Визуально Разная То Когда Мы Начинаем Пересчитывать На Файнанс У Будет Разница Там 20 40 60 Долларов В На Год На Два Ну Короче Сейчас В Принципе Я Понимаю Что Рынок Покупателя Раз Есть Какой То Абсолютно Можно Пойти Выбрать То Что Нравится И Цены Достаточно Лояльные По Сути Ну Мало Того Что Цены Лояльные Еще И Банки Весьма Лояльные Да Мы Знаем Что Ставка Сейчас Многие Ребята Приезжают Говорят Да Мы Покупали Три Года Назад Траки У Нас Была Ставка 5 Процентов Мы Давали 5 Процентов Даун Пеймент И Вот Так Да К сожалению Времена Меняются Сейчас Средняя Ставка Мы Не Говорим Даже Про Кархолинг Мы Говорим Просто Про Машин Средняя Ставка 11 9 Все Что Ниже Считайте Очень Круто То Ставка 9 9 На Сегодняшний Момент Это Интересно А мы можем проверить Мы Шевигайд Или нет У тебя нет Какой-то Информации По телефону Пробить Может Сразу Машинку Купим Нет Не могу Нет Такой Нет Мне Письма Иногда Приходят Шевролет Давайте Мы Поменяем Вашу Машину На Выгоду Если Приходят Значит Ты Шевигай Да Это Забавно Да Так что Я в клубе Пацаны А вы Еще Не в клубе Тусуетесь Там Как Говорится Много Чего Интересного Может Быть Очень Много Всяких Плюшек Бонусов Есть Покупаете Шевиг Кепка В подарок Это Лично От меня Будет А у Бори Есть Кепка Борян До Акции Боря Боря Недавно Взял Машину Я Не знаю Где-то Виде У нас Будет Как Он Уезжает На Недавно Выехал С Открытой Двойкой Вот Кепочку Не Получил Расстроится Он Еще До Акции Был Дел Так Ребята Ну а что Мы вышли Игорь Решил Нам Похвастаться Своей Машинку Недавно Купил Почему Потому что Здесь В Воздухозаборники Блин Это Самое Интересное Что Эту Машину Сначала Запустили Как Тодела Клирик Электрического Сейчас Ее Адаптировали Под Шевроле А ты Что Стартер Нет Это Чтобы Завести Машину Давай Ты Просто Нажимаешь На Тормоз Нашли На Тормоз Где Ключи В Салоне Она Заводится Все Она Завелась А Это Что Так Это Музыка А Экран огромный Ост Невероятно Моя Ладонь Обратим Внимание Как он Заканчивается Не обрезан Абсолютно Полностью Очень Много Электрон Разных Это Удержание В полосе Это Удержание В полосе Это Адаптивный Круиз Адаптивный Круиз Вот Видите Он Держит Дистанцию Слушайте Не Ну Очень Порядочно Еще Версия РС Судя По Всему Курт Ну На самом Деле Очень Круту Я вам так скажу Несмотря На то Что Нам Вроде Выглядит Небольшой При этом Вполне Себе Очень Симпатичная Машинка Машинка Покататься Блин Кайф Все таки Электрички Все равно Приходят В нашу Жизнь Куда От этого Не деться Блин И Скорее Все Придется Нам Ездить На них Как Сказал Джереми Клаксон На моем Веку Мне Не придется На них Ездить А на моем Скорее Все Придется Да Они нравятся Людям Нравятся Слушайте Ничего себе Крючок Таким Можно Камаз Блин Таскать Реально Тяжелая Тяжелая Машина Силы 300 300 Даже Два Специально По пробегу Заявлено 275 Миль Ничего Не тестил Не знаю 275 Миль Это еще Проехать Надо Это По сути Отсюда До Майами Можно Доехать Без проблем Да Еще Новая Штука У Чебрале Когда Ты Забиваешь Навигацию Куда тебе Ехать Она Рассчитывает Время С Учетом Зарядки Короче Эти что Предлагает Зарядиться Да По пути Да Она Не то Что Предлагает Она Тебе Ищет Она Может Сама Тебя Добавить Больше Через Держав То есть Очень Много Эти Штучек Начинается Которая Раньше Приятная Клюшка Да Приятная Клюшка Плюс Она Чувствуется Больше Как Суп То есть Не как Электричка Ты Когда На ней Едешь Она Такая А Приятненькая 275 45 21 Слушайте Ну тут Колеса Я Вообще Конечно Для Такой Машины Поехали Прокатимся 1 1 1 0 Он Бот Кейлэн Там Че Ни Такое Если Можно Туда Самое Что Я Не Люблю Это One Pedal Drive Это Когда Ты Управляешь Одной Педалью Отпускаешь Она Останавливается Мне Это Очень Не Нравится Это Классно В Пробках Это Прям Классно Из Пробок Сейчас Проверим Ускорение Нет Бычайно Едет Пацаны 200 Ват Выдала 60 Миль В час 180 Км На Секундочку А Лис Сколько Сот Км Да В районе 4 5 Наверное 4 Секунды Но У нее Нет Такого Бешеного Подрыва Она Очень Приятно Ускоряется И Ты Чувствуешь Такой Запас Она Больше Похожа По управлению На Настоящую Тачку А Не На Электрическую То есть Ты просто На Самое Интересное Она Овел Драйв Я Думал Что Вся Та Мощность Идет В колеса Колеса Вы Видели Сами То Есть Тут Не Будет Проскальзывания Никакого Она Реально Будет Выгребать Блин Это Очень Интересно Она Едет Весьма Так А ты Миша Купил Уже Машину Нет Пока Еще Нет Не Возможность Продать Машину Сегодня Как Делать Нечего Корвета Мы Все Говорили О Корвете Она Знает Где Мы Едем Но Это Не Так Все Весело Здесь Как И Когда То Сделали Ауди Первый Они Сделали Что Ты Меняешь Экран Если Тебе Нужен Экран Карту Выходишь На Свой Экран Сейчас Крама Ну Не На Отдельный То Есть А Именно На Свой То Есть Именно На Свой Экран А Здесь Ты Уже Можешь Использовать Что Тебе Надо Это Крайне Удобно И У Тебя Навигация Перед Глазами И Плюс Она Также Будет Проекцироваться Можно Чарджером Найти Чарджером Можно Найти Где Тебе Зарядиться Здесь Настройки Чарджера Сколько Времени Заряд Да Но У них Есть Очень Классная Опция 70 Миль За 10 Минут Тоже На Чарджер Шевроле 10 Минут В целом 70 Миль Это На Дня Ну Реально 10 Минут Это Вообще Ни О чем Я Продолжение следует...